Здравствуйте, я Анастасия Ландратова. У нас в гостях в прямом эфире лидер Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о нарезке избирательных округов Тульской области. Соответственно, сразу вопрос, почему возникла такая необходимость отказаться от существующей нарезки? Неужели нельзя обойтись без этого? Ну, обойтись без этого нельзя было, действительно, потому что количество округов позапрошлой даже нарезки сократилось с 24 до 19, поэтому необходимость новой нарезки она как бы подразумевается законодательством, потому что впервые введена норма, что вот эта вот нарезка она утверждается на 10 лет, то есть в следующем году выборы пройдут по этой нарезке и в 19-м году эта же нарезка будет использована на выборах в областную дубу. Давайте поговорим о ее положительных сторонах. Вот данная нарезка, которую сейчас предлагается избирком. Положительные стороны? Есть ли они? Я практически не заметил. Даже если они там какие-то есть, малоуловимые положительные стороны, то отрицательные стороны их нивелируют абсолютно, потому что трудно было себе представить. А на самом деле я где-то услышал об этом еще месяца полтора назад, что в Туле останется только три чисто городских округа. Я, если честно, в это не поверил. Но когда вот сейчас я ознакомился с новой нарезкой, ну это просто какой-то шедевр невероятный. Объединить привокзальный район города Тула и находящийся за 90 километров Арсеньевский район. Ну это просто выдающееся какое-то достижение. К тому же мало того, что их объединили, так еще зачем-то Арсеньевский район маленький, где всего меньше 10 тысяч избирателей, еще и пополам при этом разрезали. И так далее. И вот эта вот необоснованная нарезка, которая делит муниципальное образование, мы посчитали где-то в 14 случаях. В таком случае я могу предположить, что административно-территориальное деление в регион здесь не учитывалось? Не учитывалось. И вот поэтому-то и странно, потому что федеральный закон 67-й, основной наш, когда его писали еще в начале 2000-х годов, там законодатель был гораздо более разумный, чем сейчас. Не был тогда, как его сейчас называют, взбесившимся принтером. Там такая норма есть о том, что при нарезке округов учитываются административно-территориальные устройства субъекта федерации и территории муниципальных образований. Мы даже на примере Тулы можем предположить, что границы административные единицы муниципального образования города Тула вообще не учитываются. Допустим, границы муниципального образования Ленинский район не учитываются. Она разделена, наверное, на 7 округов, целый район муниципальный. Вот. Поэтому действительно вы правы. Административно-территориальное деление нашей области не учитывается. Даже там есть примеры такие, что небольшое муниципальное образование – город Богородовецк. И вот Тул умудрится его разрезать пополам. По какому принципу тогда, по вашему мнению? Принцип такой, что у нас официальные результаты выборов, выдающиеся для партии власти. Но я вас уверяю в том, что они прекрасно проводятся в Салуе, они знают реальные отношения к себе, они прекрасно понимают, что городское население очень критично относится к партии «Единая Россия». Я вот даже для примера могу привести, вот вы сами можете посчитать. Официальная явка в советском районе города Тулы на выбор в Государственную Думу была 85%. Но те, кто выборами занимается хоть немножко, они прекрасно понимают, что она едва там перевалила бы за 50%. То есть 35% – это чистая фальсификация. Но мы с вами можем догадаться в пользу какой партии эта фальсификация была. Так вот, даже с учетом этих 35% накрученных голосов, результат этой самой партии всего лишь там 50% с небольшим процентом. Вот вычтем из 50 и 35, и там не остается ничего практически. Так вот, и цель такая, что, во-первых, вот этот протестный электорат в городской Туле разбавить более, знаете, как бы так, административно манипулируемым электоратом в сельских районах, когда привокзальному району присоединяют Арсеньевский к Зареченскому, Весногорский, Заокский и так далее. Фальсификации устраивать в сельских районах гораздо проще, потому что населенные пункты находятся на достаточном удалении друг от друга. Наблюдатели там не всегда бывают. Поэтому даже если закрыть все городские участки, не получится предотвратить себя в фальсификацию. Они будут на селе, и это делать тяжело всем партиям, без исключения. Зато, как сказал господин Машков, сбылась данная мечта объединить деревню. Ну вот мне интересно, у кого такая мечта, очень странная. Даже нет комментариев. Как бы люди не стесняются выходить на камеры, да, и оправдывают эту глупую нарезку, произносить вслух такие глупости, не обращая внимания на свою репутацию. Давайте теперь поднимем проблему избирателей в данном случае. Как при такой нарезке округов избиратели смогут общаться со своим депутатом? Допустим, депутат живет, и всю жизнь выбирался в Туле. А теперь к его округу привезли тут же, я не знаю, Ясногорск. Как депутатам, собственно, сочетать интересы и сельских поселений, и городских? Конечно, в этом-то и основная проблема. Мы выступаем против этой нарезки, потому что она там невыгодна партиям и кандидатам. Нет, она в первую очередь невыгодна избирателям, простым, потому что добраться до депутата будет проблематично. Допустим, вот, там, пример с тем же привокзальным районом и Арсеньевским районом. Проблемы у этих районов совершенно разные. Так что там Зареченский, Ясногорский, здесь в Заречии многоэтажки находятся, да, проблемы капитального ремонта, проблемы у ЖКХ, Ясногорский район, где там газификация и доступность воды и так далее. Совершенно разные проблемы. Так как депутаты будут их решать, мне вообще непонятно. Да, тут депутат, который будет представлять этот огромный округ. Это раз. Во-вторых, действительно, даже транспортная доступность. Проблематично будет житель Несногорского района ездить на прием в Тулу к своему депутату или жителям Арсеньевского района или Киреевского района. Может быть, предполагается, что за счет бюджета откроют приемные в каждом из этих районов, но это нелогично, потому что когда сокращали количество областных депутатов, как раз и оперировали тем, что идет экономия средств и так далее, очень расточично нам будет сейчас открывать в каждом муниципальном образовании отдельную приемную депутата. И в той нарезке, которую мы предложили, мы стараемся избежать вот этого миксования, смешивания муниципальных образований там, где возможно в рамках одного муниципального образования сделать избирательный округ, так и нужно сделать, потому что человек родился, живет, допустим, в Алексинском районе, проявляет себя так или иначе в рамках какого-то одного муниципального образования и известен в этом муниципальном образовании, люди его знают, а жители соседних районов, к сожалению, не знают, потому что у них другие такие же лидеры общественного мнения. И вот это вот смешивание, оно невыгодно именно вот этим вот активистам, местным простым избирателям, простым кандидатам, как у нас любят бравировать, у нас сейчас вернули одномандатное округа, что теперь каждый простой человек может выдвинуться. Выдвинуться он может, он никогда не победит в таких условиях, когда вот намешаны районы и так далее. На это, кстати, я могу сказать, опять-таки накануне я общалась с Машковым по этому вопросу, и он однозначно заявил, что если депутат решил баллотироваться, то есть участвовать в этих выборах, он знает, на что он идет, как раз-таки он должен справляться с этими трудностями и сам решать этот вопрос. Сельские поселения, там, городу, то есть неважно. У меня еще тогда другой вопрос. С данной нарезкой получается увеличение расходов. Эти расходы возрастут в любом случае. Бензин, что касается депутатов, либо выделять транспорт жителям, теперь по приему. Их в любом случае надо будет открывать. Соответственно, на какие средства и каким образом большое количество будет в каждом районе, у одного депутата будет каждая приемная в своем районе, да, и в Туле, и в Весногорске, и в Ленинском, я не знаю, везде. Либо одну приемную, но на все эти поселения, на весь округ, который у тебя вошел. Как быть? Ну, в том-то и дело, это глупая, абсолютно неадекватная нарезка, задает больше вопросов, да, как вот в таких ситуациях поступать. Либо это дополнительные траты из бюджета, либо это проблемы для жителей, потому что я совсем не уверен, что эта проблема будет решаться тем, что в каждом муниципальном образовании будут открывать приемные. Просто забудут и все, да, что пусть жители, это их проблема, пусть они добираются на прием депутатов в Тулу и так далее. Эта система, здесь господин Машков лукавит, она выгодна в первую очередь кандидатам от власти. Мы знаем, что когда какие бы выборы ни были, весь административный ресурс работает на одного определенного кандидата в партии власти. Так вот, какой бы ни был сильный кандидат, ему будет очень трудно противостоять такому, как бы большому скоплению в нескольких муниципальных образованиях, нескольким администрациям, которые все свои ресурсы бросают на поддержку одного кандидата. Мысль я потеряла. Давайте тогда вспомним вашу нарезку, которую вы предложили как альтернативную. Чем она отличается и вот конкретно, в чем плюсы вашей нарезки? В первую очередь она отличается тем, что она избегает вот этого глупого смешивания всех муниципальных образований в один округ. Мы использовали этот принцип, что округа должны быть компактны, они должны постараться быть в рамках одного муниципального образования, где есть люди, знают своих лидеров общественного мнения, где территориально все это удобно сделать, где территориально удобно сделать ту же приемную, чтобы туда можно было легко добраться. Поэтому мы, допустим, в рамках Тулы предлагаем, тут легко вписываются 6 адамандатных округов. Абсолютно легко. Два в Пролетарском районе, один в Зареченском районе, один в Привокзальном районе, в Центральном районе, и немножко адамандатного округа не хватает Советскому району города Тулы, но здесь несколько кварталов от Центрального можно прибавить. Сюда и также будет полноценный адамандатный округ. То же самое, мы, даже мысли никогда не было, присоединять находящиеся за 100 километров сельские районы к тульским, городским. Поэтому отдельно можно сделать сельский адамандатный округ, о котором по трассе, где легко добраться с одного населенного пункта, можно объединить Суворовский, Белевский, Адоевский и Дубинский районы. Здесь одна дорога, трасса проходит. Все очень логично получается. То же самое там в Ефремовском районе, который находится на юге, и Чернский, Плавский, вот эти сельскохозяйственные южные наши районы. Да, возможно, невозможно избежать того, что какие-то муниципальные образования будут разрезаны. Да, но мы как бы отделываемся малой кровью, да, в этом случае, там, с Кимовским районом у нас получается, и Щепинским районом, потому что он там большой, 82 тысячи избирателей, а максимальное количество избирателей в округе может быть порядка, там, 72, по-моему. Соответственно, вот эти просто два муниципальных образования сельских добавляются к Киреевскому району. Общность проблем на этих территориях объединяет их, и вот единое муниципальное образование, где люди примерно знают все. Ну, просто я вот даже не подразумеваю, как там и администрация, допустим, Ленинского района будет работать с депутатами, с семью депутатами, и эти семь депутатов будут работать с своими избирателями, потому что все-таки, да, Ленинский район у нас такой необычный, вокруг Тулы проходит, но все-таки районная прокуратура там одна, администрация районная тоже там одна, там за какими-то справками и так далее, все ездят в одни и те же инстанции в рабочий поселок Ленинский, да, а здесь получается, что сохраняется эта районная структура, но при этом здесь пять там или семь областных депутатов будут. Ну, не совсем это адекватно и правильно, на наш взгляд, поэтому мы объединяем вот Ленинский район в одно, в один округ одномандатный, потому ему не хватает избирателей, поэтому там вот часть Зареченского района, вот частный сектор, да, который находится на севере Зареченского района, город Тулы, присоединяем к Ленинску, там даже проблема вот, муниципальное образование Рождественское, по-моему, находится, она граничит с горелками, там и проблемы, это частный сектор одни и те же похожие, поэтому наша схема отличается, во-первых, логичностью, она в интересах как раз простого избирателя и простого кандидата, не денежного мешка, не чиновника какого-то, который будет представлять предъемную партию, а именно простой избиратель, который может выиграть округ муниципального образования, где его все знают. Сколько кругов в вашей нарезке? Так что, ну, там по закону, да, по закону должно быть 19, соответственно, у нас тоже 19, при том, что вот разница, да, у нас вот разрезано муниципальное образование в четырех случаях, в предложениях областной избирательной комиссии в 14 случаях, поэтому мы обращаемся к депутатам областной думы, чтобы они отклонили эту нарезку областной избирательной комиссии, мы свою как бы не предлагаем как безальтернативную принять, ее можно обсуждать, мы сейчас ее предлагаем для обсуждения, нам она кажется в разы логичнее, правильнее и отражающей там политические административные расклады в нашей области, в отличие от нарезки областной избирательной комиссии, поэтому давайте обсуждать, и вообще эти вещи всегда обсуждаются, тем более на 10 лет эта нарезка будет, это еще областную думу 19-го года избирать по ней, давайте это все обсуждать в открытом режиме, они там где-то, они там под полой нарисовали, и сегодня уже пришло сообщение о том, что профильный комитет областной думы принял решение, конечно же, ее поддержать, и при том, что областные депутаты так легко прогинаются перед администрацией, даже секвестируют себя, врезают свое количество, то они, конечно же, скорее всего, примут нарезку областной избирательной комиссии. В случае, если дома все же примета нарезку, предложенную избирательную, вы намерены обратиться в суд? Да, мы попытаемся ее спорить в областном суде, потому что есть там определенные зацепки, мы считаем это правильным. Хотела спросить, на что будете давить, наверное, не скажете. Ну, в суде сейчас юристы смотрят, это же тоже не просто так, да, все это нужно аргументированно подготовить, здесь даже, там, конечно, есть вещи, которые в юридической плоскости лежат, но надо понимать, что здесь не только юридическая, но какая-то просто логика политического процесса должна быть, элементарная жизненная логика, да, что Арсеньевский район и привокзальный район города Тулы, ну, странно будет. И знаете, мы шутили так в Фарде несколько лет назад, когда у нас там есть активисты, вот мы хотим себе хороший округ в Туле, в привокзальном районе, мы всегда шутили. Будете начинать с Арсеньевского района. Нам бы никогда в голову не пришло, что когда-то при Костенко и Машкове это будет единым округом, привокзальный район города Тулы и Арсеньевский район Тульской области. — Насколько я знаю, новая нарезка именно ваша, да, альтернативная, была только сегодня предложена, да, официально, но все же рассчитываете ли вы на поддержку других оппозиционных партий, то есть кого-то из чиновников? — Ну, посмотрим, как раз сейчас себя и оппозиционные партии проявят, потому что на самом деле вот та нарезка, которую предлагает областная комиссия, надо понимать, что они как бы опять там своими именами прикрывают то, что там нарезано было по заказу областного правительства, администрации Тульской области, что даже многим действующим депутатам это совсем невыгодная нарезка, да, потому что она нелогичная, потому что она там портит устои, такие, какие у нас есть. Вот. И сейчас оппозиционные политики, посмотрим, как проявятся. Вот, допустим, да, я, по-моему, слышал орученков против этой нарезки, пока не слышно, что говорят коммунисты другие партии, потому что вот по опытам даже других регионов, вот в сентябре был один день голосования, там власть так делает, что с теми оппозиционерами, с которыми она договаривается, она дает им какой-то тот или иной одномандатный оху, где заранее удаляется слабый кандидат от власти, и власть таким образом помогает якобы оппозиционному кандидату. Вот сейчас себя оппозиционеры наши и проявят, там, если коммунисты это поддержат, я думаю, что там будет договоренность о том, что им какой-то оху одномандатный выделят. Есть у нас много новоявленных партий, там, партии пенсионеров, партии за хорошие, против плохого и так далее. Посмотрим. Что касается выборов по этому вопросу, к чему вы склоняетесь, то есть я добрый депутат или нет. Я, например, очень сильно сомневаюсь, что все-таки ее не примут, хотя это все был кусок у меня, но исходя, кстати говоря, из последнего обсуждения бюджета. Знаю, что большое количество депутатов было против, однако… А результат? Ну, это уже у нас… Так у нас политики нет таковой. А вы даже знаете, вот даже вы в районы ездите, вы спросите у местных жителей, знают ли они своего областного депутата. Большинство вам скажут, что нет, они их не знают, потому что у нас сегодня депутатами становится содобрение областного руководства. они из-за того, что те или иные жители за кого-то проголосовали. Поэтому депутаты областной думы, они сегодня не от жителей зависят, а зависят от областного правительства. Поэтому как оно им скажет, так они и проголосуют. Именно поэтому у меня нет сомнений, что вот эту нарезку они примут. Хотя она не выгодна этим депутатам, им по ним избираться. Но кто, как там говорится, заказывает музыку, потанцует и так далее. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо вам большое. А я напомню, что у нас в гостях в прямом эфире был лидер Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.